здравствуйте друзья очень мне нравится значит ролики с этим автором это мой тезка дмитрий евгеньевич прошу не путать меня с ним другой человек это не я но ведет себя классно вот сейчас вы можете убедиться в этом как он опускает якобы специалиста с компании феникс вообще они понимают в этом фениксе что означает термин специалист по моему они с точностью наоборот воспринимают статус специалиста и ставят значит в противоречие основные общепонятные вот эти вот объяснения этого термина ну по мне так надо ли дилетант сразу здравствуйте дилетант компания феникс вас слушает ну давайте послушаем как разговаривать с этими якобы специалистами дилетантами здравствуйте меня сегодня утро был пропущен звоночек от вашей компании дмитрий евгеньевич верно верно я вижу с вами сегодня общались 906 какой вопрос у вас на сегодня нет а там человек позвонил алло алло и связь прервалась когда перезвонили ну вот в 906 вы общались час назад я говорю алло алло человек позвонил я взял трубку алло и связь прервалась я вас поняла хорошо давайте снова пообщаемся давайте вам звонили в отношении вашего долга по обслуживанию счета в банке тинькофф это неоднократно слышали сумма долга составляет 92 тысячи 469 рублей копейки я округлила ну хорошо ладно также вижу информацию что получено решение суда вы получили господи когда вы наконец-таки перестаньте в терминах путаться у нас в нашей юриспруденции нет понятия решения суда есть понятие судебный приказ есть понятие постановления суда я вам спрашиваю вы получили судебный приказ на руки судебный приказ я его уже и отменил а когда вы отменили через два дня после того как он был вынесен на основании статьи 128 129 кк рф подскажите число у меня нет такой информации а я не помню через два дня после того как он был вынесен такого документа подтверждающего нет соответственно все что вы говорите это лишь ваши мысли и слова хорошо где документ сам по себе судебный приказ где это документ сообщили что вы его получили на руки если у вас его нет вы его не так по ходу вы не знаете как работают суды да вы не знаете о том что судья при вынесении судебного приказа одну один экземпляр выдает из истцу один экземпляр высылает ответчику верно вы можете мою работу мне не озвучивать это не ваша работа это работа судьи мои знания также входят знать вот эту информацию я вообще вам сообщаю что если вы получили этот приказ на руки вы с ним ознакомились в течение пяти дней вы обязаны были внести всю сумму долга какие вас основания мне неизвестно я конечно ознакомлюсь я я сказал основание статья 128 129 кк рф отмена судебного приказа соответственно дату вы не помните человек который обращается с иском суд эти даты наверняка он записывает как минимум да хорошо давайте давайте просто вопрос поставим еще и по-другому скажите пожалуйста вы мне дату когда судебный приказ был вынесен судьей какого участка какого района какого города и фамилия судьи в вашем городе город санкт-петербург к подробной информации которую вы требуете мне ее нет вы можете ознакомиться с подробной информацией на сайте судебных пристав либо непосредственно них на приеме хорошо хорошо нет мы будем рассуждать его пойти если вы хотите вообще со мной о чем договориться давайте мы будем именно последовательны вы подняли вопрос этого приказа давайте мы это вопрос до конца разъясним а прежде всего давайте мы с вами зайдем на сайт мировых мировых судей и проверим что мы проверим а проверим наличие вообще в принципе в природе данного судебного приказа сайт я даже могу подсказать мир суд . спб . ру к чему вы это мне сейчас говорите а потому что вот скажем так вы мне сказали что что счет отмены это только мои слова и мои домыслы да нету документа вот я вам могу скажем так противоречить ровно то же самое что существование данного судебного приказа это только ваши слова и ваши домыслы сейчас я вам это докажу если мы заходим а зачем вы тогда говорите что вы его получили на рот а потому что понимаете как это гораздо проще в споре с вами что я вашей компании пытаюсь уже очень очень долгое время доказать что ребята данного приказа нету в природе да то есть когда мне если его нет хорошо тогда по какой причине назовите вы вообще избегаете своих обязательств перед банком я я ничего не избегаю во первых у меня перед банком уже нет никаких обязательств ввиду того что банк продал это дело верно верно вот то есть банку я уже ничего не должен мне перед у меня перед банком и у банка передо мной нет вообще никаких обязательств в принципе Правильно, по 382 статье дело было передано нам. 92 тысячи 469 рублей. Когда вы готовы внести? Да никогда. И закрыть кредит. А почему? Да не хочу. Ну, то есть вы не обязательно человек, правильно? Да, вот такой вот я. Региска, можно сказать. Где вы работаете сейчас? На работе. На какой работе? Хорошей, высокооплачиваемой. Я вижу, что вы являетесь генеральным директором. Это означает, что вы учредитель приоритета. Да. Правильно? Да. Ну, а что, у вас нет 100 тысяч, унести этот платеж? Подождите. Нет, стоп-стоп-стоп. У меня-то есть много чего. У меня много хабарей вокруг меня роится. Понимаете? Которые постоянно менять что-то хотят. Нет, но вы взяли денежные средства в юридической организации, правильно? Если бы в вашей организации взяли деньги и не отдали, вы как бы себя повели? Я подал бы в суд. Да. То есть вы намеренно дождаетесь суда, правильно? Конечно. Только понимаете, вы сейчас привели немножко неправильную аналогию. Если бы у моей компании, во-первых, моя компания денег не выдает, да, но если у моей компании была оказана услуга под соответствующий договор, и эта услуга не была оплачена, да, я подал бы в суд. А если бы произошла бы такая ситуация, да, что я человеку оказал услугу, там, ну, стоимость, там, образно, 100 тысяч. Человек в итоге мне заплатил 150. А потом я решил, что, блин, что-то мне маловато, да, я еще стольничек с человека потребую. Ну, знаете, тут мне в суд идти глупо было бы. Вот такая аналогия уже более уместна. Ввиду того, что в банке Тинькофф было взято около 100 тысяч, вернуто чуть больше 200. А банку все мало. Ну, мало ему, пожалуйста, пусть он остальные деньги доказывает в судебном порядке. Дмитрий Евгеньевич, ну, вы же пользуетесь кредитной картой неоднократно, соответственно, вы понимаете, что движение по счету, как происходит по кредитной карте? Я понимаю. Вот понимаете, что и получается. Я у банка взял одну сумму. Все, что мне банк давал, я ему вернул в полном объеме. Плюс к этому я еще такую же сумму, и даже чуть больше, заплатил, скажу на, в качестве гонорара банка. То есть я оплатил услуги банка, да? Но банку даже этого мало. Могу ему дать еще лишь одно – губо-закаточную машинку. То есть вы не согласны с суммой, которую вам выставляют по требованию. Я правильно вас понимаю? Да, да, да. Но это вот другой вопрос. Я искренне считаю, что банку этого хватит за глаза и за уже того, что он уже от меня получил. Ну вы же должны понимать, пока мы с вами не договариваемся в добровольном, принудительном порядке, это же негативно сказывается на вашей кредитной репутации. Да и слава богу. Ну а почему слава богу? В наше время сейчас пойти займ взять – это нормальное дело. Знаете, если человек под нынешние проценты не берет займы, его образование уже можно считать ненапрасным. Ну различные есть кредитные организации, различные условия. Ну это какие, например, вот что в наших нынешних кредитных продуктах вообще, что существует на рынке, есть хорошего? Ну смотрите, элементарно. Сейчас встречался на днях с людьми, да, хотят покупать квартиру. Квартира стоит 6 миллионов, у людей своих 1,2 миллиона. Самый минимум, под который они могут взять – это 12%. Это минимум минимальный. У них получается платеж на 15 лет – 69 тысяч. Дмитрий Евгеньевич, ну мы же… Совокупная переплата по процентам. Вот понимаете, у них квартира стоит 5 миллионов, 6 миллионов, да, они кладут миллион свой. У них только проценты за этот период составят 6 миллионов 700 тысяч. И это называется нормальный кредитный продукт. Дмитрий Евгеньевич, тема действительно интересная. Даже мне, вот как не считая того, что мы с вами сейчас разговариваем, как должник-оператор, мне действительно тема интересна. Она, к сожалению, не касается вашего долга. Ну так вы не понимаете, она даже вам интересна просто, как человеку. А скажите, это вообще нормально, когда человек покупает телефон в кредит за 10 тысяч, да, а он должен банку там заплатить 28 тысяч за телефон, который стоит странную десятку. Это нормально? Ну, клиентов, которые это устраивают, и им это удобно, они пользуются, понимаете? Если вам это неудобно, не значит, что другим. Так, вы же заговорили про мою кредитную историю, я же сейчас не говорю про кредиты других людей. Вот как эти мои клиенты поступают, да, я бы так ипотеку в жизни не взял бы. Вот, если вы, за грубость, да, у меня несталенное очко, чтобы, там, брать кредит с платежом 69 тысяч в месяц. Я знаю точно, что я это разом потяну, разом нет, я не буду этого брать. Да и, в принципе, даже если вытяну. Я поняла вашу позицию. То есть это ваш отказ сейчас ссылается на то, что вы не готовы отдавать эту сумму, так как считаете, что вы уже все выплатили банку. Правильно? Именно, именно. На этом я зафиксирую отказ, потому что другие клиенты также ожидают на линии, хотят решать вопросы в добровольном порядке. Я наш переговор записываю. И стоит звонить нам каждые 10 минут. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич? Когда надумаете решать вопрос в добровольном порядке, неожиданно? Нет, 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 понимаете? Я буду вам звонить так часто, как мне этого захочется. Ввиду того, что вы же себе позволяете такое, правильно? То есть вы можете позвонить и в 7 утра, и в 10 вечера воскресенья. Вот тогда, когда вам хочется. Притом, понимаете, если бы вы говорили что-то новое, я бы еще понял. Да, что к чему, зачем и как. А так звоните... Согласно законам Российской Федерации. Конкретно с двенадцатым федерациям. Ну вот, значит, соответственно законам, я вам тоже буду звонить тогда, когда мне захочется. И полоскать мозги я вам буду столько, сколько мне захочется. Я вас поняла, услышала. Давайте попрощаемся на сегодня. До свидания. Ну, как в песне поется, душа поет, а сердце плачет. Честное слово. Большое спасибо, респект автору Дмитрию Евгеньевичу. Огромное спасибо за этот ролик. С удовольствием всегда выкладываем ваши шедевры. Понятное дело, скажем так, в порядке очереди. Вы уж тут не обессудьте. Ну вот классно, понимаете, и комментировать нечего. С чувством, с толком, с расстановочкой. Все поставил на свои места и даже вынудил вступить в дискуссию вот эту вот сотрудницу. Дело в том, что это не так легко бывает. Заинтриговать оператора на линии из коллекторской службы, уж тем более из Феникса, ну это, знаете, высший пилотаж, я его так называю. У меня тоже не всегда получается. И тут она тоже сдулась, положила трубку, хотя если бы этот праздник бы продолжался, он бы действительно был праздником столько времени, сколько положено было. А я бы тут продолжил, конечно. Ну зачем я буду ваше время тратить? Я имел в виду про проценты, про европейские проценты, тех же банков, которые у нас работают на территории России, тот же Сбер, ВТБ, Альфа, они точно так же работают на территории постсоветского пространства, Литва, Латвия, Эстония и Чехия и вся Европа, они там есть. И даже на Кипре я видел и Альфа-банк, и Сбер, и в Сербии я видел эти банки. Совершенно другие ставочки, 2% максимум. Так вот, ну, как говорится, где живем, с кем живем, того и имеем. Это девиз банкиров наших. Но, ребят, здесь, как говорится, закон это писан и не для банкиров, а для нас с вами. И нам с вами выбирать, будут они нас иметь или нет. Я сейчас не говорю о том, брать кредит или не брать. Уж уже если влипли, то нужно, скажем так, с честью из этого выходить. И с честью выходить, это не так, как банкиры требуют отдать деньги по-честному. Нет, не в этом суть совершенно. Красиво разделаться с этой ситуацией, я считаю, не пойти на поводу у банкиров, а сделать все правильно. Если вы не можете отдавать, если в нашей стране у вас нет возможности, вам не дают искусственно зарабатывать достаточно, чтобы жить по средствам, а искусственно выгоняют в долги, создавая такую внутриполитическую обстановку, не будем так в дебри лезть, то и вы должны, в принципе, ну, огрызаться, что ли. Давайте так рассуждать. Как, почему, сколько и вообще из-за чего все это, вы можете узнать, пройдя по ссылочке в описании этого либо любого другого ролика нашего канала. Там будет наш сайт, на сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов нашей компании, компания Аляма. Обязательно посмотрите, если вам надоело вот эти вот бессрочные грабительские оплаты в банк вносить, надо что-то делать. Что делать, как делать, четко видео рассказывается. Посмотрите, обращайтесь к нам за помощью, без сомнений, мы вам поможем, сделаем все, как нужно, в формате правового поля. Вы останетесь законопослушным гражданином, и мы создадим условия, когда банку будет выгодно самому отказаться от претензий. Ну, послушайте, не буду сейчас долго в дебри лезть. В общем, я думаю, будет многим интересно. Ну, если вы еще не подписались на наш канал, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, а ссылочка на группу в описании этого, либо любого другого ролика. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Аля». Всего вам хорошего, до свидания.